здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров нам сказочно повезло сейчас возможно выйдет в эфир известный исследователь Виктор Ив не путать с Жаком Ив Кусто Котляров я к тебе обращался одеты был привет Вячеслав привет Виктор рассказывал про меня чего-то да возмущался что ты обращаешь внимание на каких-то ты их серьезно воспринимаешь как как будто исследователи на самом деле это фрики такой бред они несли поэтому и нахамила Галя поэтому пришлось второй раз нахамил причем народ осмотрит хоть просветил маленько послушали там как это церкви летают каменные двигатель под куполом них и против бред не но там там же собрались это экстрасенсы пригласили кунгурова ну единственное в чем кунгуров был прав и всего что ты нарезал это про население во первых первое это он узнал с определенных источников и во вторых на население скорее всего даже может больше погибло свидетельство черепа если начнешь изучать эту тему узнаю что не только во франции 5 миллионов черепов но и по всему миру миллионы черепов поэтому цифра погибла 80 миллиардов это достоверная цифра их даже может больше это была планета город но так как видишь у тебя немножко другое мнение о том месте где мы живем поэтому конечно ты не можешь расселить 80 миллиардов на маленьком шарике а все остальное там это там был кто в эфире этот игорь ткаченко вон материки двигает подставляет под солнце каждый раз в эфире так у него в онлайне там две три тысячи человек спасибо что ты подвинул материк теперь нам лучше стало но такие это экстрасенс она смотрелась роликов альтернативщиков и их мысли выдает что ей приходят иллюзия но кунгуров он своим он же не исследователь все еще он стартанул это ему рахман рассказал а потом ему подписчики начали присылать ссылки на статьи вот он их озвучивают говорящая голова и не знаю почему его считают мэтром там идеалом основоположником альтернативного движения не не понимаю передаю слово ну это вот толчок дал сначала слушал слушал пока не понял что он не прав не про черепа скажем так как раз тоже покажу сейчас буду прежде серии африка праздник вот из промереку ну я не знаю там земля круглая или плоская моего не влезает но 8 миллиардов это нету миллиардов это может быть миллиарды по тех кто погиб скажем так во время потопа особенно по латинской америки хорошо видно будет тоже были белые люди они пришли появились недавно скажем так да но откуда они появились я вот допустим знали мои моя аудитория светлая знает откуда пришли люди появились я думаю сделали не самое ходила планеты я понимаю в это трудно поверить но континентов у нас действительно намного больше чем нам предлагает хозяева этого места они нам выделили вот этот жалкие кусочки даже по моему библейских писаниях и бог вы выделил маленький участок земли неважно сейчас пока какая форма земли я думаю что тебе как человеку про простые вещи что материков точнее правильно буду говорить теперь континентов гораздо больше а там уже можешь исследовать как я пошел дорога если тебе это интересно откуда я беру но это надо очень сколько я три года над материками работаю чтобы заявлять так не думает а петройка была это по карте ходил по маленькой скажем так без нее никуда по лесам по болотам а по географии не влезает и раньше не влезал а сейчас тем более не влезает у меня голова вот не хочет думать просто думать о чем хочется я хочу ролик записать там скажем как кассиру делать пусть ролик денежный будет скажем так не так как они которые не нравятся рекламодателям не пишет голова и все и не хочет думать просто я хочу вот кстати извини что перебиваю есть канал на wring channel вот рекомендую если у тебя есть время для изучения сторонних вещателей сейчас я не знаю куда я скину ссылку не сталкивался с таким обратить внимание на навещателя сейчас куда шли лучше скинуть то а вот если я в чат скину допустим вот вячеслав котляров скинул ссылку тебе видно вот на wring channel или в личку лучше личку попробую так так написать сообщение вот в личку кидаю по поводу потопов согласен но что ты как бы пытаясь от говорящих голов конечно не те будут футболить ему и статьи кидают они озвучивают они не анализируют им все равно что говорить а потопа было много другое дело что их трудно в отличие потопа прошлого начала прошлого века его проще доказать наличие вот этой глиной безумное количество то есть где-то начале 905 года возьмем эту точку за отправление засыпала тут все глиной потом начали сверху этой глины брусчатку ложить городах ну кто не знает что такое брусчатка погуглить вот это да ну и предыдущие были потопы причем у них причина появления всегда было относительно разное одни появляясь следствие погружения гигантских континентов на дно морское тоже атлантида пошла сравнительно недавно на месте современного атлантийского океана океана был гигантский континент сравнительно недавно и когда он начал уходить под воду естественно он выдавил часть часть воды и это вот венеция пошла на дно что там затопила половина санкт-петербурга ведь половина сарпите санкт-петербурга сейчас находится это в этом заливе я забыл как он там называется этот залив возле санкт-петербурга нет но я понимаю что потом может последний поток перед ним рассматривать ну-ка развалить утонулось его последний поток как можно раскопать предпоследний хорошо пускай будет наводнение не нравится термин потоп наводнения но глина это вообще отдельно она появилась и не вследствие потопа хотя и это тоже было и вследствие части конечно намывал амул капитально но города именно засыпали из серьезных техногенных агрегатов прям сверху заливали не ну водяной потоп скажем так делать такое что невозможно я показал в одной своей серии вода в метр тонну весит волна там 100 метров 100 тонн ширину 2 метра 200 тонн длину сколько на и в море так значит удар волны засыпание глины сверху да там с аппаратом я уже не знаю как великий могучий как я говорю хорошо вот смотри на месте атлантического океана существовал допустим континент по размерам со измеримый как азия вот представ континент уходит на дно выдавляя воду вот какие объемы воды поднимаются на на поверхность если такая махина идет на дно при таком случае возможно я просто вода имеет большую затратил у меня там ролик есть а ты имеешь ввиду что почему уцелели тогда это все города если был такой бы мощный все сметь и да 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 согласен может поэтому глина и присыпали а потом причем опять же потоп он же ж не 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 накрывал полностью всю азию и южную америку он все равно фрагментами шел причем по непроверенным моим данным еще предположительно как бы это фантастически не звучало от ли атлантический так называемый океан намного выше чем тихий дело том что понятно что стоит с точки зрения шарообразной планеты это нелогично но с точки зрения плоской поверхности но зря не плоская вот насчет континента вот представь комната и человек в углу комнаты отделил участок небольшой квадрат метр на метр для мышей и поставил туда лампочку вот не мыши бегают в этом квадрате не понимаю что есть еще целая комната вот с нами произошла та же ситуация мы как мыши в этом квадратике небольшом сидим причем ты же как бывший моряк знаешь что как бы должны морские карты идти насколько мне известно другая разметка там чуть ли не ромбиками и азимутальная проекция это как бы я интуитивно нащупы понятно что не знаю морского дела но я понимаю что моряки не используют современные географические карты то есть у штурманов это должна быть другая сетка другой другая подача передаю слово поэтому я с картами не дружуя с географией с картами диме зовут тихий океану другой стороны какой там я проходил же самое как через канал за советский какой там парашки каналами да я принесу уровень выше если идти между америками грубо говоря шли через дрейка как там почему-то вода не перетекала непонятно мы мыслях ну вот замечательно хоть чем-то мы находим общее понимание дрейка находится внизу до южной америке да 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 конечно я и официальная официальную географию безупречно знаю ну относительно безупречно я моментально ориентируюсь умозрительно мне даже пальцем не надо показывать на карте то есть как ты произносишь я уже знаю где-то находится ему там не бедникает вода не пара разный уровень да я тоже принципе недавно этого игнатенко покритиковал что он на полном серьезе рассказывал в ролике что санкт-петербург строили из сыра вина и черной икры и полмиллиона или сколько там уже наверно 800 тысяч довольных спасибо спасибо сергей что открываешь истину я сделал ролик понятно что youtube не пропускает там 7000 просмотров чтобы не увидели насколько насколько глупо это все поэтому то что ты проект покритиковал их но два-три человека благодаря тебе подумает а действительно чем и этих балаболов слушают а остальные тысячи так и будут слышать это может это прозреет я понимаю что мне не ответит они так думаю потому что эти ответе на внимание просмотра там увеличится им тишина час нужно чтобы самое ну я высказался так нагорелло скажем так поэтому ну вот тогда рекомендую тебе как ты за латинскую америку будешь переходить у меня ролик с реальным морским офицером не знаю смотрел ты или не смотрел нормально пригодится там важные моменты по архитектуре аргентинской и другие это очень ключевые моменты про южную америку а если тебе возможность перейти на windows 7 снести десятку нафиг и семерку поставить семерка была у меня там вообще висло все эти компьютер работы нормально просто ну там первоначально было по сто штук этих троянов в день приходило сейчас поменьше это самое на почту уже приходит пришло уже несколько писем ну сразу подозрительные показались там написано youtube и что-то там не так было я не стал открывать это самое дочки переслал она говорит сразу спам улетела потом рассмотрел там ну пишет там кому никто их а там написано было кому вам от ютуба типа моих роликах там спам надо там что-то открыть короче я не стал открывать а почта пропустила моя другу пусть другим бывает раз и интернет пропал я смотрю посвящение есть все нормально приходится перезагружаться атакуют атакуют сделки доставок то есть защита справляется вроде как это самое ну часик поработал и начинает чистить да даже не знаю что посоветовать может на семерку как-то перейти все таки попробовать кстати есть такой прикол не знаю знаю что или нет можно 2 ну раньше я знал что можно 2 это винды ставить разные абсолютно не знаю как сейчас но вот раньше на компьютере можно допустим windows 7 было поставить и и примеру какой-нибудь другой windows то есть две системы можно было ставить ну сейчас пластмассер придет там скитается и где вставляется дисковод этот самый выдвижной в него вставляю вставлю диск старый который снял там семерка стоит я просто семерка сколько уже даже не знаю семь восемь лет одной и той же пользуюсь да я бы тоже перешел на семерку то что десятка тут все по-другому никак не разобраться еще там то нажимать самая windows там все это отрегулировал там все и ушел а я что называется поработала не знаю как выключается или разобрался как выключить его ну и так разбирается все эти программы которые стоят непонятно но мне что-то кажется за консервы будут просмотрены немного сколько вот не по здоровью по еде не выкладываю роликов но по себе знаю там всегда просмотров мало есть темы вот это разгадки истории заметил что когда они сделали ролик про метро набрали полмиллиона просмотров и давай теперь про метро ролики это закопанная штамповать но дело в том что youtube он имеет свою допустим команду цензоров и успех блогера порой зависит не от его ролика а от этих цензоров если они дают зеленый свет то есть они послушали там их на тенка рассказал что город строили из черной икры и сыра голландского все надо отуплять дали зеленый свет а если сделал разоблачение и показал люди опомнитесь вы что как вышел лайкаете вы в своем уме у меня один человек честно написал слав блин ты меня горит в краску вогнал я действительно посмотрел участвую ролик и понял что блин еще лайкнул там комментарии ему нормально написал то есть люди смотрят они не воспринимают многие информацию поэтому они будут и кунгурова всегда смотреть и галину конышу представители господа избранной национальности агент матрицы как я сказал я хочу про консервы снять там как там помидоры огурцы делать и потому что вкусные рецепты ну я точно посмотрю и возьму рецепты себе для использования есть хороший про березовый сок есть хорошая там и и помидоры вкусные сделал коржевые мне больше интересует про аджику рецепт есть не делаю аджику я делаю типа как называется ну салаты всякие и остается когда в банку не влезать 700 граммов там немного остается я перца добавляю да и все а так как аджику там мать и того взять и делать надо узнать перец вот и консервировать хороший рецепт простой могут хочу сделать а голова не дает если вот потоп надо потопить все я сажусь там искать писатель не идет еще но вот посмотри ролик с морским офицером он тебя вдохновит рекомендую приободрит и сразу включи все вот под найди 30 минут на этот мой ролик там много разной информации не только там аргентина и форма земли а архитектура там еще есть много очень интересных вещей по истории у меня проведите дождь хорошая я на испанском канале там самое проходил мунифанка звезда на аргентинском там не пойму не купивались не то аргентинец он там сам ездит скажем снимает есть там и динозавры там и и кости лежат тоже а это в твоем ролике или где я уже смотрю не помню что остановила проверка их или не ли что путаю на другой ролик с кем-то шоу паргенки не едет потом блокпост какой-то мне него и я против не писал а то я спутал 1 на стороннего какого-то блогера но я просто по моему что же как бы этот язык знаешь какой он испанский чикакой он забыл английский испанский немецкий а потом английский забыл немецкий у того разговора воспринимаю алина пишет слова я думаю что он приврал что он морской офицер он просто путешественник галина я уже скидывал ролики на ю тубе этого человека многие уже посмотрели как этот морской офицер выглядит вся информация в открытом доступе он реальный действующий это судья это по аргентинским танцам плюс ко всему все его достижения по боевым искусством можно найти и вообще как бы в том случае это только люди не понимают что действительно был и в эфире как бы человек который сколько он 10 лет отходил это на судах он звание свое называет там морские звания имеют я сейчас не помню там лишь у них много там поэтому надо заново как-то пригласить алексей если слышишь приходи в эфир передаю словом ну я так не врач аннелли 8 зуберов круто официально у него много нет ни 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 он я умен как-то удивил я как-то пытался его ролики смотреть года два-три назад и недавно включая не верю своим ушам и он еще даже в одном ролике вы знаете горит еще 15 дней назад верил в это в это в это и теперь понял что ошибался вот если крайние ролики начать изучать уже все он уже отошел от от этого давно он уже гнет линию максимально приближенную к истине ну которая полная противоположность официальной науке полная будет время сейчас я тут ударился в ролики с компьютером занимался тут делали как витер атаки сутилки достали по 100 штук этих краянов садик это вредоносный п.о. но сейчас уже не полегчало это самое отстали немного когда я ролик писать я выхожу с интернета чищу компьютер и пишу иначе невозможно все видно ну вроде как все пообщались пошло я дописывать ролик да посмотрю этого офицера ой замечательно спасибо виктор не пропадай заходи к нам почаще раз интернет пропал то звук попадет то в почту не войти сейчас вошел в чат через youtube а с этого присылал skype это самая ссылка не работает на классике не войти ну вот так мучаюсь скажем так всем до свидания теперь буду выходить если будет все нормально спасибо за общение да всего доброго виктор до новых встреч прямом эфире благодарим